Здравствуйте! Приближается знаменательная дата. Это день рождения Владимира Ивановича Даля. Дата врача, писателя, этнографа, создателя толкового русского словаря и просто удивительного человека. Именно эта дата объединяет всех нас, луганчан, потому что Владимир Даль, казак луганский, своими поступками, своей жизнью прославил нашу территорию. Этот день объединяет студентов и преподавателей Луганского государственного университета имени Владимира Даля. В 2001 году самый древний вуз Луганщины получил имя Владимира Даля, и мы с гордостью несем это имя. Сегодня хотелось бы рассказать о сыне Владимира Даля. Лев Владимирович Даль был известным архитектором, зодчим. Он изучал реконструкцию зданий и сооружений. Нашим студентам посчастливилось побывать в доме-музее Владимира Даля, который был основан еще в 1972 году в доме номер 12 по улице Владимира Даля. Это маленькое непримечательное здание, но когда заходишь вовнутрь, сразу попадаешь в другую историческую эпоху. Лев Владимирович Даль с самого детства очень любил рисовать. И как наши студенты-архитекторы вкладывал в это всю свою душу. Именно поэтому Лев Владимирович, сначала получив домашнее образование, а потом, окончив лицей, отправился в Санкт-Петербург. Он поступил в Академию художеств, в класс архитектуры. Он отлично учился и окончил Академию с золотой медалью. Получил диплом архитектора и стипендию, которая позволила ему продолжить обучение за границей. Лев Владимирович Даль побывал в Швейцарии, Англии, Франции, Испании. Именно там его поразили древние сооружения. Он изучал их, и уже в то время молодой архитектор проявил свои таланты и был замечен иностранными специалистами. Лев Владимирович Даль после длительной командировки за границей возвращается в Россию и живет в Нижнем Новгороде. Этот город стал для него родным. Именно здесь он начинает строить, реконструирует здания и сооружения. Это церкви, это здания городского театра. Это небольшие постройки, которые имеют историческую ценность. И именно здесь нужно было реконструировать и сохранить историю. Лев Владимирович Даль приложил все усилия, все свои знания, чтобы архитектура, русская архитектура, жила долго. 1855 год. Разгар Крымской войны. Лев Владимирович Даль добровольцем идет на фронт. Больше года он сражается под Севастополем, но не забывает свои архитектурные способности. Он делает зарисовки. Они связаны с военными действиями, но все равно это были его художественные зарисовки, которые хранятся до сих пор и имеют определенную ценность. Заболевая тифом, вылечивается и возвращается в Нижний Новгород. И снова он обращает свое внимание к архитектурным постройкам, вспоминает свое образование за границей и начинает организовывать экспедиции в глубинку. Он ходит по деревням, зарисовывает здания и сооружения церковного происхождения или гражданские здания. Именно Лев Владимирович Даль обратил внимание на деревянное зодчество. Именно он описывает, зарисовывает, классифицирует его. В Нижнем Новгороде он занимается проектом строительства собора Александра Невского. Этот проект был одобрен Александром II. Стройка длилась очень долгие годы, не хватало денег, но все-таки собор был построен. Лев Владимирович Даль своим творчеством доказывает, что школа русской архитектуры находится на высоких позициях среди других архитектурных школ. Лев Владимирович Даль – академик Императорской академии художеств. Такую должность он получает за свои заслуги. Он прожил недолгую, но яркую жизнь. В заключении хочется сказать, что когда мы изучаем жизнь и деятельность великих людей, мы соприкасаемся с историей великой державы. Студенты и преподаватели Далевского университета будут чтить память о великом архитекторе Льве Владимировиче Дале. Далевский университет